Слава Господу нашему, братья и сестры, за этот воскресный день, второе собрание в этом торжественном дне, когда мы отмечаем праздник Жатвы, когда мы Господа хотим вас благодарить за все милости, которые Он проявил к нам в этом году. Мы помолимся сейчас, попросим благословения на это служение, но перед тем, как мы помолимся, хочу дать задание для всех на это собрание. Один вопрос, который хочу задать, и по ходу собрания могу подойти и спросить у вас ответа. Вопрос следующий, за что вы благодарите Господа? Найдите одну причину, не нужно все, понятно, что много, только одно. Кто-то сказал, что я благодарю Господа за то, когда получаю большой билл за электричество, потому что это говорит о том, что у меня есть дом. Кто-то говорит, я благодарю Бога за то, что у меня много собралось стирки белья, потому что это говорит о том, что рядом со мной моя семья и все, кого я люблю. Кто-то говорит, я благодарю Бога за большой трафик на дорогах, потому что это значит, что у меня есть машина. За что вы благодарите Бога? Найдите одну причину, за что вы благодарны Господу сегодня. Если по ходу собрания я к вам подойду, скажите эту причину, это будет часть нашего служения, нашей благодарности Господу в этот праздник жатвы. Помолимся Господу и попросим благословения. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что в этот воскресный день второй раз мы собраны вместе, как церковь Твоя. И в этом дне мы хотим быть благодарными Тебе. Мы хотим Тебе принести хвалу, честь и поклонение за то, что Твоя милость проявляется к нам каждый день. И в этом году Ты так много заботился о нас. Ты знаешь все наши нужды и Ты посылаешь все, в чем мы нуждаемся. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что мы видим эти проявления, мы видим Твою заботу о нас, Ты даруешь нам все потребное для жизни нашей. Благодарим Тебя, Господь, за спасение, которое мы имеем в Тебе, за Господа нашего Иисуса Христа, которого Ты отдал в жертву за грехи наши, за то, что Он, как пшеничное зерно, однажды принес Себя в жертву для того, чтобы было много плода. И вот теперь мы являемся этими колоссиями, мы являемся плодом этой смерти. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту новую жизнь, которую мы имеем в Тебе, за то, что мы знаем Тебя, Господа, и за то, что мы видим Твое проявление в жизни нашей. И это служение, Господи, мы также хотим посвятить Тебе. И мы просим Тебя, благослови нас в этом служении. Действуй Духом Твоим святым и касайся сердец наших. Когда мы будем слышать Слово Твое, помоги нам принимать его и в жизни нашей, осуществлять в нашем повседневном хождении. Господи, мы сегодня хотим проверять себя, каков плод мы принесли Тебе, каков плод нашей жизни, нашего хождения перед Тобою. Поэтому Ты сам проговори к сердцам нашим и помоги, чтобы мы проверили себя, чтобы мы увидели, каковы мы перед Тобою. И чтобы это служение могло вновь ободрить нас, дать нам новые силы, служение Тебе. И чтобы плод наш пребывал. И чтобы мы постоянно могли видеть Твое проявление в жизни нашей, как Ты работаешь в жизни нашей. И чтобы мы были угодны Тебе. Благослови, Господь, нас в этом служении. Аминь. Мы споем все вместе номер 655. «Сей благое семя». Благослови, Господь, нас в этом служении. Благослови, Господь, нас в этом служении. Благослови, Господь, нас в этом служении. Субтитры подогнали Симон. 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 Аминь. Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 людей помнил также и тот голод, который был, и, может, ту работу, которая была в Египте, и чтобы помнил Израиль и ту милость, которую Бог являл ему, чтобы приходил на праздник жатвы, чтобы принести Богу жертву хвали. Я хотел бы сегодня прочитать одно место, чуть-чуть тоже говорится в жатве, и побеседовать, поговорить вместе, поразмышлять над этим. Откровение 14 глава 14 стиха «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серб. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Сегодня на утреннем собрании Сергей Петрович вспомнил два, можно сказать, сравнения, два места, и для, можно сказать, разных. Одно о жатве, где говорится о том, что мы собираем плоды с полей, мы должны быть благодарны Господу. И другая жатва говорится в Библии о том последнем конце века. И я прочитал как раз это место, где говорится о кончине века. Но вначале я немножко хотел бы сказать за то, что мы должны быть благодарны Господу и за этот хлеб насушный, за пищу, которую имеем, за те благодеяния, которые Бог являл и являет нам до сегодняшнего дня. Вы знаете, я уже не считаю себя молодым, уже не молодой, но все равно те старшие поколения, которые меня, оно пережило и голод, вот, и ту несчету, мы не жили так, я не жил так, я не голодал никуда. Братья и сестры, но все равно, когда встречаешься, беседуешь, понимаешь немножко тех людей, или так куда-то не поел, чувствуешь тот голод. Думаешь, как люди не ели сутками, неделями не ели, не было хлеба, что они чувствовали, что было на сердце у них, когда смотрели на детей, которые также просили хлеба и нуждались в этом. Братья и сестры, какими благодарны должны быть Господу, что сегодня и мы, и дети наши могут есть хлеб досыта вдоволь. Я когда-то посещал Петренко Сара, вы можете помнить, братья и сестры наши, вот, есть еще здесь и родственники. Она рассказывала о их жизни, куда они жили еще в те годы, не знаю, какой год, но, говорит, не было в те годы, сороковый, наверное, не было хлеба в доме, не было чему поесть. Семья голодала. Вечером вместе с детьми, все дети, вся семья склонилась на колени и просили, чтобы Бог послал пищи, послал хлеба, послал что-нибудь, чтобы поесть. Она говорит, что мы старшие дети верили, что Бог услышит, а мы так, кто старше был, знаете, как, просили Бога. А наутро, говорит, встали, слышим шум во дворе, отворяется в ротах и заезжает телега. Братья, те, которые знали вот эту семью, что она голодала, Бог положил на сердце, сами тоже были в нищете, но что-то видели, собралися, они не знали, что они молились так Господу, но Бог положил, они купили мешок муки и еще что-то и привезли. Мы, говорит, благодарили Бога. Утром всей семьей благодарили, что Бог посылает хлеб нам, что Бог посылает пищу. Братья, сестры, вы знаете, сегодня Бог силен, и это милость Господня, что Бог посылает нам пищу и дает, что мы можем есть вдоволь. Когда читаешь Библию, понимаешь немножко тех людей, которые ценили ту великую руку Божью, ценили и тот труд, который земледельца, кто возделывал эти поля. Одних и одном, я читал, читая Библию, заметил, один из трех самых храбных в Давида был один человек. Там даже написано несколько имен, в одном царстве написано одно имя, защитил чечевичное поле, стал, филистимляне наступили, стали наступать, и он стал и не дал, чтобы это поле, ну, истребили. Стал на защиту. Кажется, что там поле? Но для тех земледельцев это было большое дело. В другом месте написано, что стали эти трое посредине поля, ячмень был посеян, и то ли сберегли это поле. Вот так для нас сегодня, ну что это, какая-то ценность, поле сберегли. Но для тех людей, даже в Библии написано, что они сберегли это поле, сберегли урожай, сберегли, может, десяток людей, которые будут сыты. Братья и сестры, сегодня мы не так ценим, может, то, что мы имеем, но хотелось бы, чтобы в наше сердце было преисполнено благодарностью Господу, и мы сегодня благодарили и за этот хлеб насущный, и за то зерно, которое, падши в землю, принесло много плода за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Теперь, братья и сестры, я хочу обратиться к этому тексту, это другая жатва говорится, жатва о кончине века. Написано, увидел, взглянул светлые облаки, а на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, и ангел вышел из храма и говорит, пусти серд твой, потому что жатва на земле созрела. Какое время мы сегодня живем? Может, уже вышел тот, который будет кричать из храма, ангел, и готовится крикнуть, пусти серд твой, потому что жатва на земле созрела. Я думаю, что в это время мы уже живем. Последнее время, посему видно, посему тому, что совершается в мире, мы видим, что жатва на земле созрела. И будет пущен серд. И написано, что берут пшеницу, житницу, а солому сожгут огнем невысимым. Кто мы сегодня? Готовы ли мы та пшеница, чтобы быть собранными в житницу нашего Господа Иисуса Христа? Вы знаете, жатва продолжается. Жатва является, вот, и сегодня было уже сказано для Иуды, что приготовься Иуда, ибо тебе назначена жатва. Настала та жатва за все эти деяния, за всю ту жизнь, которую Израил, какой Израиль жил там, в своей земле. И может, и для нас каждому назначен день жатвы. Вы знаете, сегодня уходят в вечность и старшие, и молодые гибнут, как никогда. Трагедии одна за другой. Ярослав поднимается самолет. Люди, я думаю, там даже и не думали, не размышляли. Спортсмены, команда большая, все крепкие, здоровые. Там больных не было. И через несколько минут рухнул, разбились, и живых нету. Пришла жатва. Настал тот день, неужиданно для каждого из них, и не думали, думаю, как в нашей жизни мы знаем живого истинного Бога. Мы знаем, что ожидает нас, куда будет сказано, что позднее, потому что пришла жатва. Где мы будем? Готовы ли мы предстать? Принести с тем добрым плодом предстать при лицо нашего Господа? Вы знаете, интересно, куда вот здесь читаешь в Откровении, то написано, «Прошло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И дальше 16 стих. «И поверх сидящий на облаке сердце на землю, и земля была пожата». И дальше читаем. «А другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, так же с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть этот днем, вышел от жертвенника, с великим криком воскликнув, имеющий острый серд, говоря, пусти острый серд твой, и обрежь гроздь винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И повер ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил их». Вы знаете, куда? «В великое точило гнева Господня». Братья и сестры, если мы не будем собраны в ту житницу Господню, будем собраны туда в великое точило гнева Господня. Да благословит нас Господь, чтобы мы помнили, что и в нашей жизни придет день жатвы, куда мы предстанем при лицо Господне, чтобы быть готовым этим добрым снопом для славы нашего Господа там, в небесах. Потому что время Господом определено. Этот закон действует, и он будет действовать. Даже после Ноя, куда Ной вышел из ковчега, Бог говорит, «Пред, во все дни, все дни жатва, холод, зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Никто не может установить этот закон Господень. И он, закон Господень, действует и духовно, такой же само. И будет жатва для каждого из нас. Дал бы нам Господь, чтобы Господь, придя, нашел нас плодом, нашел той доброй пшеницей, чтобы нам быть в житнице нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня время есть. И время в одном месте говорить. Такие слова. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Ужасно это слушать, чтобы эти слова не были произнесены для нас. Голосови нас, Господь, чтобы быть нам готовыми к встрече с нашим Господом. Помнить и этой жатве, и благодарности нашему Господу, и помнить, и быть готовым к той великой жатве, жатве, которая совершит сам Господь Своей сильной рукою. Ему в этот день да будет слава и поклонение нашему Богу и Спасителю, Цусыну, Ситому Духу. Аминь. Помолимся. Господу господствующих слава, честь и поклонение, сотворившему небо и землю и все, что наполняет их. Благодарим Тебя в этот праздничный день за милости Твои, оказанные нам на этой земле, что Ты послал и в этот год. Обилие плодов и земля дала плод свой. Благодарим Тебя, Господи, за все милости, которые Ты являл нам, народу Твоему. Благодарим Тебя за слово, которое звучит. Беспрепятственной мы можем быть в служении, в собрании святых и слышать дивные слова Твои. Благодарю Тебя, Господи, что Ты и меня благословил в этот год, что я имел благословение от земли и от неба. Благодарю Тебя, что Тебе жизнь моя, Господи, да будет милость Твоя и надальше, чтобы я мог прославлять Тебя, жить для славы Твоей, чтобы окружающие люди могли видеть плоды во мне. Благослови, Господи, жизнь мою и до конца дней жизни своей, чтобы я мог прославлять Тебя и быть благодарным Тебе за все, моему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Отец мой Бог, мой сердечный, я говорю Тебя за любовь, что Ты даровал мне, будь здесь движение, Бог с ней. Сын и Духу Святому. Аминь. Благодарю, что ты слышишь молитвы моего, благодарю, что ты отвечаешь на них, тебе приходит сердечная благодарность, прошу тебя и благословляй дальше меня, как ты это сего в часа благословлял, чтобы мне служить тебе и славить тебя во все дни жизни моей, Бог мой. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова За то, что мы можем играть на инструментах За то, что играть можете, слава Богу Так, братья, вот вы, вот передний такой ряд За что вы благодарите? Ну-ка скажите, поделитесь Для тромбона За тромбон свой благодаришь, слава Богу Никита, за что ты благодаришь? За родителей За родителей, слава Богу За все, что мы имеем и умеем За этот день и за этот праздник Слава Господу! Вот видите, у каждого есть за что благодарить Господа У нас Тима стихотворение хотел рассказать, пожалуйста, Тима Будем благодарны Мы не сеяли ржи и пшеницы, но чтоб каждый возрос и окреп Мы вникали в святые страницы, предлагая божественный хлеб Нам природа обильно возрастила Эти овощи, фрукты, цветы Но живит нас духовная сила, что с небесной идет высоты Наши годные дни лучезарны Чисты наши дела и сердца Братья и сестры, как мы благодарны За великую милость Творца В этот день, что нам каждому нужно Победить светом радости мглу И в союзе божественном дружно Вознести за все благо хвалу Бог нам дал всем сыновнее право На наследие в грядущих веках Богу нашему троится слава Счастье наше в Господних руках Аминь Счастье наше в Господних руках В нашей жизни самое прекрасное Не ценою денег покупается Даром светит с неба солнце ясное И луна нам даром улыбается Даром на распаханные полосы Вьется дождь со щедростью обильною Даром ветер гладит наши волосы С дуба листья рвет рукою сильною Даром на распаханные полосы Даром на распаханные полосы С дуба листья рвет рукою сильною Даром в тени птичьих наслаждаемся С зорями, восходами, закатами С близкими, любимыми встречаемся И вдыхаем воздух незаплату Никакой монеты не заплатите За ребенка ласку необычную За супруга в нежные объятия За любовь и дружбу бескорыстную С дуба листья рвет рукою Но всего дороже драгоценнее Нам в подарок Богом преподнесено Высусе вечное спасение Принимай и улыбайся весело Посмотри, как Бог к тебе склоняется И пойми, что как свет солнца ясного Не ценою денег покупается В нашей жизни самое прекрасное Посмотри, как Бог к тебе склоняется И пойми, что как свет солнца ясного Не ценою денег покупается В нашей жизни самое прекрасное Братья и сестры, я хочу, чтобы вы обратили внимание Вот на эти весы, которые здесь стоят Они же не случайно стоят, правда? Они стоят для того, чтобы мы тоже могли задать себе вопрос и подумать В Библии где-то написано, что Бог горы взвешивает на весах и на чашах весовых холмы Представьте себе, это Бог, который вот У Бога есть такие весы И где-то здесь написано, что Бог души человеческие взвешивает Бог сердца человеческие взвешивает Кто из вас знает это иностранное слово Текел? Что такое Текел? Это то, что однажды пророку было Ясно, открыто Ты взвешен на весах и найден очень легким И вот сегодня наш праздник, эти весы задают вопрос Где наша чаша весов? Это листья? Ничего? Никаких дел для Господа? Или вот эта тяжелая чаша плодов, которые человек приносит для Господа? И знаете, что интересно? Эту чашу Бог наполняет Когда мы готовы делать то, что Бог дает нам Тогда Бог наполняет эту чашу И мы должны быть благодарны Господу за то, что Он делает И поэтому мой вопрос Ну вот эти весы вот на этой половине стоят Это для вас вопрос теперь За что вы благодарны Господу? Дайте ваш ответ Ваше одно предложение Одну причину Я понимаю, что их много, этих причин И перечислять мы все не можем Но одну причину За что вы благодарите Господу? Тамара Георгиевна, к вам подойду Я благодарна Господу, что в этом году была нужна Ему Слава Господу Кто у нас здесь? Молодежь, за что вы благодарны Господу? Веня, за что ты благодаришь? И потом Даник Я благодарен за музыку Я благодарен за еду Молодежь, дальше Вот вы, сестры Ну-ка, за что вы благодарите? Алина одна, Алина другая Что мы ни в чем не нуждаемся За церковь, которую я могу назвать семьей За пение, которое я делала в этом году Слава Богу Марина Я знаю, за что вы благодарите За то, что мы могли славить Бога сегодня Слава Господу Кто у нас более старшее поколение? Я хотел бы спросить, кто у нас есть пожилые? За что вы благодарите Господа? У нас, так вот оглядываясь, церковь такая молодая И пожилых-то не найдешь, оказывается Все такие молодые И не знаю Молодые души Кто бы хотел из пожилых? Пожалуйста, скажите За что вы благодарите Господа? Где вы пожилые? Я вас и не вижу Все молодые Все у нас молодые Все на той стороне Но мы на этой стороне За весы-то говорим Ну что ж, молодых Пожилых нету Давайте уже будем тогда С тех, кто есть Вся церковь у нас молодая такая Михаил Алексеевич За что вы благодарите Господа? За Духа Святого За Духа Святого Слава Господу Бабушка Валя Вы за что? За то, что Он мой Бог И моя скала И помощь во всякое время Слава Господу Бабушка Катя Вы за что благодарите? За Господа Иисуса Христа Что спас меня Слава Господу Владимир Спиридонович Вы за что? За хлеб небесный За хлеб небесный Слава Господу Кто у нас еще такие молодые? Вот семейство Самоленька За что вы Дядя Володя? Я благодарю Бога Что я имею эту церковь И где братья Пекутся О своей церкви И я молюсь Об этом Всегда Я благодарю за жизнь вечную Что Господь для меня Для моей семьи Обещает жить вечную Слава Господу Елизавета Александровна Я благодарю Господа За Слово Божие Которое научает меня И готовит к вечной жизни Слава Богу Любовь Александровна За любовь Его Ко мне проявлена Слава Господу Алексей, Алексей За что вы благодарите? За Божье Дало терпение Ко мне Слава Богу Слава Богу Так много у нас причин И вот этот праздник День благодарения Господу Действительно Слава Богу За то, что мы можем Просто осмыслить Просто подумать И эти причины Это не то, что мы Я думаю придумаем Это то, что Бог нам дал И нам нужно помнить об этом И всегда В сердце своем Хранить эту благодарность Для Господу Сейчас мы выслушаем Виталий сыграет нам Пожалуйста Мелодию После этого стихотворения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Аминь Я хочу перейти Ибо никто не может положить С чего мы строим Субтитры Алексею Дубровскому За Духа Святого Субтитры Алексею Дубровскому Еще один день Я всегда, когда сажусь Слава Богу, действительно, как много Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому И за то, что Он Дает труд Трудиться Слава Господу Действительно, братья и сестры Так много у нас благодарности Так много Бог для нас делает И давайте будем еще раз прочувствовать это И когда у нас сегодня еще будет молитва Общая молитва Чтобы мы еще раз Даже те, кто не сказали Не поделились Но у вас это есть Я верю, что у вас есть этот ответ За что вы благодарите Бога Помолимся Богу Вместе помолимся И выскажите эту благодарность Поблагодарите Бога Скажите Господу Ваши слова Вот этой благодарности За то, что у вас действительно есть Выслушаем пение Пожалуйста, братья Глава тебе, о Боже мой Великий царь небес земли Все покаяется тебе На небесах и на земле И все тобой сотворено Младыка вечным Богом И нет другого на земле Чтоб называть великим Богом И все тобой сотворено Младыка вечным Богом И нет другого на земле И нет другого на земле Чтоб называть великим Богом И в мире чудно Средний весь Сиянье славы вечной Тебя уславит буду я Спаси ты мой сердечный И пусть живет любовь твоя Народи и странам с тобою Твоей любви он не конца Сердцам возлюбленных тобою Тебе и слава и хвала Тебе благодарение Что хлеб на сушке нам даешь И мир свой посылает Как чудо все вокруг с тобой И сердце радость наполняет Когда наедине с тобой Мой Бог я пребываю О, Аллилуйя, честь слава Тебе благодарение Тебе пою я письмою И его мое спасенье О, Аллилуйя, честь слава Тебе благодарение Тебе пою я письмою И его мое спасенье Вот снова жатва наступила Земля готовится ко сну И шелест золотящей нивы Играет тихо поутру Спокойно дышит вся природа Ведь вечер года уж настал И будто сидя у камина Давайте вспомним мы себя Трудились мы, как вся природа Что принесли мы в этот раз? Ведь даром не дано нам время Пробьет вселенный жатвый час Вдруг небо с шумом возгорится И звук трубы услышат все И узрят все Христа Владыку Но время остановит бег Тогда восплачут все земные цари, правители и люд И осознают смысл жизни Но будет поздно, что вернуть Спасенный ж Богом будет вечно Сиять на небе, как звезда Не будет там уж скорби, плача И не постигнет нас беда Но вот одно, что нужно помнить Всю нашу жизнь Мой брат, сестра Господь оставил нам таланты Вознесшись в силе в небеса И притчу ту О царских минах Что слугам были разданы Увидим мы в небесном мире И мы же будем те рабы Мой брат Ты слово же оставил А кто-то думает, что хор Споет и без него на славу А я послушаю его И музыка О друг, зачем же Ты этот дар уж позабыл И не слышны стихи, как прежде Мой друг, ты Богу так служил О братья, сестры Все же вспомним, что Мордахей сказал тогда Есфирь, ведь если не пойдешь ты Господь найдет себе раба Но где же будем мы, у братья Какой мы плод Христу несем Когда откроется вдруг небо Войдем ли мы в покой его Поднимем крылья Церковь Божья И станем Господу служить Чтоб каждый знал, что в этом мире Светило небо, все же горит Пусть не пугают нас сомнения Что нету толку от всего Пройдут все ночи испытаний И мы увидим плод того Что сеяли мы с Богом вместе Желая Церкви послужить И исполняя повеление Всем людям о Христе вестить Тогда воскресши в новом теле Мы узрим Господа небес И будем в славе бесконечно В покое вечности мы петь И в этот день, день жатвы нашей Поднимем взоры к небесам Воспрянем Церковь Божья Жатва уже грядет на землю к нам Аминь Братья и сестры, я хочу, чтобы вы посмотрели Вот сейчас вот на эту витрину И вопрос, который хочу всем задать Как вы думаете, почему Бог, создавая Для человека питание Он дал такое разнообразие Ну вот представьте себе Создал бы Бог Какой-то один фрукт Или овощ Или не знаю И в него бы вложил все витамины Которые необходимы человеку Все необходимые элементы И дал бы человеку И сказал ешь Вот ели бы мы его один И нам было бы достаточно Для жизни Для поддержания наших сил Почему Бог так не сделал Вот дал бы нам человеку Сказал Вот тебе здесь все есть Посмотрите, что Бог сделал Бог создал лук Бог создал персик Апельсин Яблоко Причем яблоко красное Яблоко зеленое Бог создал помидор Бог создал лимон Бог создал сливу И это если перечислять И перечислять Зачем? Зачем? Если пища для поддержания жизни Зачем такое разнообразие? Если дал хлеб Он так быстро надоел Тем более Да, Афанасьевич Да, я думаю Что Бог знал человека Знал, что внутри человека И поэтому Он такое разнообразие И создал Помните Когда Бог дал Израилю Одну манну Она была сбалансирована По всем микроэлементам По всему абсолютно Она была как лепешка с медом И там было все заложено Что нужно для организма человека Однако человек поел Поел это и сказал Опротивила Это негодная пища Дай нам чеснока Лука Огурцов Дынь и так далее Вот поэтому Бог Зная человека Создал такое разнообразие Чтобы людям не опротивило И они не роптали на Бога Хотя находятся и те Которые среди такого изобилия Еще что-то создают И ропщут на Бога Мне кажется Что те Кто сказали Насчет чеснока и лука От них Наверное Потом дальше Украинцы пошли Нет? Я думаю Вот это разнообразие Действительно Которое мы видим Это только еще одно Свидетельство Любви Божией к нам Бог хотел Чтобы мы этим наслаждались Бог хотел Чтобы эта пища Которая перед нами была Она была и кислая И сладкая И соленая И горькая иногда И Бог дал это человеку Такое разнообразие И это не все Что у нас здесь есть Это если бы мы все Сюда привезли Нам бы сидеть Наверное негде было Если бы по одному Даже фрукту или овощу И Бог дал Говорит Вот это для вас Чтобы вы наслаждались Чтобы вы этим пользовались Питались Разве это не причина благодарности Что Бог таким образом Создал этот мир Для нас Чтобы нам было вкусно Чтобы нам было хорошо Мы сейчас будем петь Общим пением гимн И у нас будет Материальное служение Давайте мы все вместе встанем И споем этот гимн Друзья Зашло светило И во время пения У нас будет Материальное служение 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 ПЕСНЯ 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 Да благословит вас Господь, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, день благодарения, который мы согласились сегодня вспомнить, подходит к концу. Сегодня мы, каждый из нас, глядя на эти плоды, задумаемся, как мы плодоносим для Господа. И прежде всего плод наш состоит в том, чтобы мы за все Господа благодарили. К сожалению, к сожалению, может быть, только в этом дне, вот 20, 30, 50 человек, все мы высказали, за что я хочу поблагодарить Господа. Как будет завтра, как будет через неделю, как будет через месяц, будем ли мы за что-то Бога благодарить? Пусть этот праздник жатвы напомнит нам, что Бог желает, чтобы мы благодарили Его всегда. Бог желает, чтобы мы всегда радовались. Радуйтесь всегда в Господе, говорит апостол Павел в послании филиппийцам. И еще говорю, радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Тогда, когда мы радуемся, когда мы благодарим Господа, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве, в прошении с благодарением открывайте сердца ваши и желания пред Богом. И что дальше? Бог выполнит все, что вы у Него просите. Бог даст вам все, о чем вы просили у Него. Нет, апостол Павел так не говорит. Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть тогда, когда мы пред Богом открываем свои желания, молимся Ему, благодарим Его за все, что Бог посылал и посылает в нашей жизни. Бог со Своей стороны обещает одно – это дать в сердца нашим мир, покой, покой, утешение, успокоение. Не волнуйся, я всегда с тобою. Не переживай, я это понес на крест. Не заботься, я о тебе забочусь. «Предоставь все это мне, приди ко мне и успокойся у меня». Вот это тот ответ, который Господь дарует нам, верующим, когда мы приходим к Нему с молитвой, с молитвой благодарения. Я понимаю, что сегодня, может быть, мы не все от чистого сердца сказали то, за что я благодарю. Я понимаю это. Дети по-детскому сказали – за тромбон благодарю, за семью и за все другое. Но я понимаю, что каждый из нас имеет свою комнату. И мы заходим иногда в эту комнату и благодарим Бога. Благодарим за то, что Он нам посылает. И дай Бог, чтобы мы благодарили не только за то, что мы приобретаем, но чтобы мы благодарили за потери, за нездоровье, за утрату, за скорби, за переживания, за слезы, за бессонные ночи, за непослушных детей. За непокорных жен, за мужей, неспособных управлять домом своим. И так далее, и тому подобное. Почему? Потому что, когда мы благодарим, открывая свои сердца пред Богом, то в нас в сердце не возникнет ропота, недовольствия. К этому призывал нас Господь сегодня, чтобы мы благодарили Его. Я сказал в начале, что день благодарения к концу приходит, сегодняшний день. Но праздник жатвы продолжается. Все, что мы сеяли, мы еще будем пожинать. И все, что мы не соберем здесь, мы соберем в вечности. И все то, что мы не желаем собирать здесь, Христос пожнет, что не сеял, и соберет, что не рассыпал. Праздник жатвы предписан был народу Божьему, израильскому народу. В полном объеме, в полном смысле слова праздника жатвы предписан был израильскому народу. И этот праздник длился более полгода, начиная от Пасхи и кончая праздником Кущей. И Бог с точностью до дня, до месяца, расписал народу своему, что делать нужно каждый день, каждый месяц. Отсчитайте столько, сделайте то, сделайте то, имейте священное собрание и так далее, и так далее. Я думаю, что это такой комплекс праздника этого великого. Богом был запланирован Божьему народу с целью, чтобы они не забывали благодарить Бога. Благодарить Бога. То ли за первый сноп, то ли за последний сноп, то ли за собирание смог, винограда или чего-либо другого, чтобы не забывали Бога благодарить. Сорок лет они ходили по пустыне, где не сеяли, не жали, но Бог за этих сорок лет воспитывал их. Он говорил им многократно и многообразно, когда вы перейдете через Иордан, в землю, которую я обещал склятвать, дать Аврааму, в землю, где течет молоко и мед, то прежде всего вы принесите дары. Принесите дары. Сорок лет они питались манной, перепелами, пили воду из скалы и так далее. И когда перешли через Иордан, манна прекратилась на второй день. И они ели произращение земли. И Бог сказал каждому, я понимаю каждому дому, каждому семейству, что когда ты перейдешь эту землю, возьми корзину, собери туда начатки всех плодов и принеси к священнику. И скажи, там Бог сказал именно, какие слова говорить Богу. Скажи, скажи так. Вот я принес эти дары, пред лицо твое, Господи. И дальше исповедание. Священник эту корзину представлял Господу и всякий, приносящий эту корзину, говорил, повторял, может быть, один за другим, что отец мой был странствующий арамеянин и пришел в Египет. И египтяне худо поступали с нами. И мы возопили к Господу, и Господь вывел нас мышцею сильную и простертую и ввел в эту землю, где течет молоко и мед. И когда он совершал эту молитву, он предоставлял эту корзину Господу и написано «поклонялся». То есть, благодарил Бога, что Бог ввел его в эту обетованную землю, что дал то, что обещал. И написано, что он должен был веселиться, то есть радоваться с домом своим, со всем домом, со слугами или служанками, со всем домом радоваться этому. И я понимаю, что сыновья, родившиеся уже и не знавшие этой всей истории, спрашивали у отца, «Отец, зачем все ты это делаешь?» Дорогие братья и сестры, мы должны объяснять детям своим, внукам своим, для чего сей праздник жатвы, что означает он, какую цель мы, как верующие христиане, преследуем, вот эти дары, принося Господу. Мы должны объяснять не только эту внешнюю картину, которая действительно красива, но мы должны объяснять детям нашим и внутренне то, что мы должны приносить нашему Господу, то, что не видно. Мы не видим движения соков, мы не видим превращения этих простейших в сложные крахмалы и так далее. Мы не видим этот химический процесс, который продолжается в этих фруктах, в этих овощах. Мы это не видим, но мы понимаем, что он существует. Поэтому и детям своим мы должны объяснять, что кроме внешнего того, что мы празднуем сегодня, мы должны позаботиться о внутреннем приношении плода. И как мы слышали, этим первым плодом является плод покаяния. И если мы в домах наших будем рассуждать об этом, дети наши будут понимать смысл каждого праздника. Они будут понимать, что да, это внешнее нужно благодарение за все, что Господь посылал нам в этом году. Но больше мы должны благодарить за те внутренние благословения, которые дарованы нам во Христе Иисусе. Я прочитаю один стих, и мы помолимся. Первое послание к Тимофею. Шестая глава. Шестой стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Сегодня мы это приобретение можем утвердить, можем его принять, можем его исповедать, можем научиться. Но научиться мы можем в том случае, если мы будем благодарны. Если сердце наше не будет благодарно Господу, то дети наши вырастают эгоистами и родителям непокорны. Потому что, вырастая в такой среде неблагодарной, когда родители ни за что и ни на кого недовольны, бурчливы в семьях и так далее, вот этот дух возмутительный в родителях он переходит на детей. Берегитесь, братья и сестры, этого. Потом мы пожнем то, что сеяли, пожнем через 10, 20, 30 лет. Если мы в своей жизни неблагодарны, то дети наши вырастут непослушными ни людям, ни Богу. Когда сыны Израилевы вышли из Египта и не успели они отойти на малое расстояние, они стали роптать. Они пустились в идолопоклонство, зная, что Бог их вывел из Египта, но тем не менее вот это внутренняя нерасположенность к Богу. Внешне они, да, вышли, но внутренне они остались в Египте. Сердце их еще тянуло к котлам с мясом и ко всему прочему. И поэтому они многократно говорили, о, если бы нам возвратиться, для чего ты нас вывел сюда в пустыню, чтобы нам умирать, не лучше ли бы нам было умереть в Египте. Вот эта расположенность к неблагодарности к Богу, она передалась и детям. И хотя те, которые грешили, они умерли в пустыне за этих сорок лет, те, которые перешли, и Ордан спустя некоторое время снова стали возмущаться против Бога и поклоняться идолам вместо Бога, который вывел их из Египта. И причина всему этому недовольство, бунт внутренний против Бога и нерасположенность. Великое приобретение быть благочестивым говорит апостол Павел и довольным. Довольным собранием, довольным служением, довольным братьями, довольным всем, что встречается в нашей жизни. И когда какой-то бунт, какой-то внутри возникает в нас противоречие, совет апостола Павла открыть это, открыть, чтобы оно в нас не гнездилось и чтобы таким образом этот горький корень, который возник в нас, он не мог распространиться на церковь и не принести плода горького другим, не причинить ущерб веры другим. Великое приобретение быть довольным и благочестивым. я думаю, что этого приобретения нам не хватает. Дефицит на это приобретение. Мы всего приобретаем, все, что нужно и не нужно, устраиваем иногда завалы в наших гаражах, но довольства не хватает в нас. Мы чем-то недовольны, нам что-то не хватает, нам что-то мало. Дай Господь в день жатвы, в этот день, день благодарения, покаяться перед Богом и сказать, Господи, отныне мне все хватит, дай мне вот это сердце быть довольным, довольным мужем, довольной женой, довольной детьми и даже непослушными. Потому что, когда мы открываем свои желания, тогда мир Божий наполняет наше сердце. В заключении скажу, самым лучшим средством для лечения недовольства есть благодарение. Попробуйте благодарить Бога тогда, когда вы недовольны за что-то, когда в сердце вашем равновесие нет, когда вы возмутились против ближнего, попробуйте поблагодарить Бога за жену, что она ворчливая, неэкономная и так далее. Попробуйте сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты послал мне такого мужа, потому что Ты никогда не ошибаешься и Ты знаешь, что этот муж содействует Твоей исполнению воли в моей жизни. и Вы никогда не будете негодовать. Это рецепт Божий, это совет апостола Павла. Посему дай нам, Господь, в этом дне извлечь для себя урок. И сей урок состоит в том, тогда, когда мы не благодарим, тогда мы устраняемся от Господа. Мы уходим дальше. Проблемы возникли в нашей жизни, а если нет проблемы, благодари Бога, а если есть проблемы, открой сердце пред Богом, для того, чтобы мир был в Твоем сердце, для того, чтобы этот плод Духа Святого был в моем сердце, и тогда, когда будет мир в моем сердце, тогда я начну видеть, правильно ориентироваться и во внешней атмосфере, и внутри моего сердца, и внутри моей семьи. Сатана знает этот принцип, поэтому он всеми силами старается выбить платформу из наших ног, для того, чтобы мы возмутились, для того, чтобы мы потеряли равновесие, и когда мы теряем равновесие, теряем мир в сердце, тогда мы сеем очень много горьких трав, и они произрастают и приносят во сто крат и более. Поэтому дай нам, Господь, в этот день, когда мы вспоминаем праздник жатвы, помнить, что всякое слово посеянное может вырасти и принести плод в сто и более крат, и приносит плод, и жнут эти плоды и дети, и внуки. Дай, Господь, нам исповедаться, и там, где мы что-то недоброе сели, неразумное, невечное, временное, скверное, очистить сердце от старой закваски, чтобы в следующем празднике жатвы мы могли сказать, Господи, вот я поставил цель в следующем году не делать этого, и ты благословил этот посев, и ныне я принес это в моей корзине пред лицо Твое и поклониться Господу. Сейчас мы помолимся, поблагодарим Господа за все, что мы имели и в этом дне, и в этом году, и попросим милости на дальнейшие дни странствования во славу Его. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Также... Продолжение следует... 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 Там мрак, а не в другом светло, Там все крестом озарено, В его лучах исчезнет зло. Друг, пойдем, друг, пойдем. Открыт простой спасенью путь, Друг, пойдем, друг, пойдем. Покайся, вери, в нем прибудь. Друг, пойдем, друг, пойдем. Взывает глаз Христа к тебе, Возри на крест, доверься мне, Спасенье дам твоей душе. Друг, пойдем, друг, пойдем. Взрывает глаз Христа к тебе, Возри на крест, доверься мне, Спасенье дам твоей душе. Друг, пойдем, друг, пойдем. Друг, пойдем, друг, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...